всем привет ребят ну что опять наша рубрика перезагрузка талантов таланты перезагрузка и сегодня мы поговорим про следующий довольно таки интересный талант это изворотливость таланте который в принципе казалось бы очень должен быть крутым но есть одному это то что срабатывает он с кулдауном то есть не было бы у него кулдауна это было бы реально жесть на максималке на девятом набирает 80 энергии то есть заряжается герой кулдаун 2 секунды и увеличивает уклонение на 25 процентов это на максималке эмблема конечно же тоже будет точно такой же смотрите пока недоступно странно странно в принципе мы можем сейчас даже зайти на тайване посмотреть что будет на максималке покажу вам сразу же эмблему к сожалению дракона еще нет надеюсь он уже будет с утра я вам постараюсь заснять обзор показать его что как прокачать ну пока к сожалению добавили но зато хоть можем посмотреть девятую эмблем q tags вот такие вот статки атаки немного жизни в принципе дает нехило так если посмотреть 78 к то есть наравне с другими топовыми эмблемами но есть очень много но сейчас я вам о них расскажу поехали обратно на английский сервер сам по себе талант принципе неплохой кто смотрит у меня есть рубрика десяточка это прокачка на английском сервере то есть на этом сервере донатного аккаунта при минимальных затратах там уже есть все герои кроме разрухи которому надо просто донатить там все хватает для прокачек собран он за неделю там за две недели то есть можно прокачать его на максималку в чем суть нападали в чем суть таланта он такой же крутой как и например воодушевление исцеление наравне но не наравне с ними он лучше чем берс но хуже чем в одушкой потому что в одушке там набор побыстрее будет получше тут получается кулдаун есть это раз он хуже чем исцеление так как исцеление самое топовое но лучше чем берс то есть первую очередь надо ставить для тыковки то есть у меня есть без донатный аккаунт я не знаю там на русском сервере вряд ли мы сейчас на него попадем у меня стоит на тыкве я вам скажу посмотрите рубрику тоже есть без дотом тоже я прохожу подземки вполне хватает это круче чем берс потому что он активируется когда по герою атакует и тыковка реально дает неплохой разгон вот наша тыковка вот из нее этого вполне хватает на восьмом 60 энергии раз две секунды то есть 1 2 и опять получаете плюс 60 плюс еще бьют и плюс уклонение принципе неплохо вот поэтому для тыквы это самый такой если у вас бер стоит либо нету таланта обязательно ставьте его его будет намного проще фарм локация если смотреть на уклонение до 25 процентов это дофига это очень круто это если вы на девятку прокачаете опять же для этого надо иметь ресурсы без донатом это опять сложно донатом она нафиг не надо плюс еще есть одну 25 процентов это при условии что вашего героя либо встроенное уклонение то есть такие есть герои как огнекрыл который донатный но есть бездонатный душик которого уклонения хватает есть герои у которых вот ронина если взять пробовали тестировали на ронин да вроде круто но все равно попадают потому что там одна точность перебивает намного больше вашего уклонения но я тестировал некоторые герои и скажу довольно таки неплохо то есть первую очередь это тыковка тыковки можете ставить можно поставить огнеку я тестировал показывал такого огнека можем даже сейчас его прям собрать и посмотреть на такого огнекрылла посмотрите как будут проходить миссии то есть соберем его на максимальное уклонение он у меня с уклонениями уже так вот изворотливость давайте где там наш урник вот с фактом да есть уберем пакт вот изворотливость плюс 25 процентов у меня в снаряге в принципе промах это не страшно в чарках точнее вот снаряжение максимальное уклонение плюс у героя тоже есть уклонение где там нашел ник то есть я вам покажу просто насколько это будет плюс герои будет получать 80 процентов по сути он каждых 2 секунды у вас будет заряжен это тоже в принципе немаловажно также мы сюда сейчас поставим ложный он еще даст нам процентуально там ну конечно немного 8 процентов ну хоть что-то еще плюс 8 процентов плюс поставим сюда слона слон тоже дает уклонение 30 процентов и того такие вот статки 9 шестьсот пятьдесят пять это максимальное уклонение героя сейчас моего за то есть имя вам покажу больше такого на уклонение вы ничего не соберете то есть это максимальный уклон который можно вытащить также есть у нас душики я не помню есть у меня душик тут да есть вариант есть поставить на душик она у душика 8 555 тоже принципе на уклонение собран я тоже был тестировал такого душу губа можем тоже сейчас затестить покажу вам на нем так заберем мощное замедление в принципе убрать поставим этого этого протестим такой душик тоже очень классный я тестировал показывала же хожу вам нет больше как-то зашел ну на максималке надо все увидеть вас вас конечно же ребятушки лайки репостики участвуйте в конкурсах есть еженеделька которая идет просто я не разыгрываю я все прекрасно помню уже говорил сегодня что разыграю как только на русском сервере сразу же паровников поэтому не теряйте свой шанс так отлично есть вот такой вот вариант тоже ставим ложные сюда чтобы максимально уже было и потом поставим сюда дополнительно уже слона за тестируем и так ставим новенько а сюда поставим душик по моему перед раненами так поехали но оптик сам по себе как вы знаете имбовый то есть тут даже тестировать нечего просто посмотрите какие же все таки будут уклонения не все равно по ним будут попадать вот посмотрите мисс мисс против нас 30 уже героя ну как видите миссы тоже есть но не попадают в принципе тоже немало но миссы заметно если взять обычного можете своего потестировать увидите разницу до изворотливость таком случае и посмотрите на заряд он всегда заряжены то есть в этом плюс скажем так по нем попадают и срабатывает набор энергии то есть он все время заряжен плюс уклонение конечно нехило то есть он может простоять да но тут учитывать надо то что у нас лома и все равно смотрите попадаем но не так конечно как по обычному давайте пока вот душик а выпустим вот видите душик а просто уж италия попали теперь давайте попробуем на душик а закинем на уклон вроде казалось бы это так ну 30 процентов довольно таки немало так алтарь 8 515 то есть видите вы немножко у нас получше конечно вот смотрите смотритель попал и все сказать что имбовый талант и что вы видите прибавка это при том что он у меня прокачан на максимальный прорыв то есть это еще дополнительно дает статы как видите попадают поэтому не особо заморачивайтесь если у вас есть тыковка ставьте тыковки если у вас есть огни кто вы можете поставить любой другой талант и будет вам счастье но вот сейчас плюс-минус рисуют то есть такого плана вот можно пробовать делает сборки но я вам скажу так что если будут на вражеские герои точности вы ничего не сделаете то есть у вас как шатали таки будут считать кому можно еще поставить сейчас я вам это тоже покажу вот это такие герои которым в основном можно максимальные прокачки я бы не качал вот тыковка восьмерка там девятка это бы тоже наверно задуматься восьмерки вполне хватает потому что 89 разницы не будет она все равно у вас будет заряжаться там раз пару секунд так поехали сюда что по героям кому можно поставить можно как вариант шапки но опять же пулдауну шапки не только удауна там лучшего вот и стреление дальше вот кинги я тоже тестировал довольно таки интересный вариант у нее ожог плюс повышается уклонение она тоже топовая кинди раз тыковка 2 огни к 3 и душик 4 это четыре героя которому но действительно заходят всем остальным но нафиг не надо честно говоря просто потеряете ресурс то есть и плюс душик это четыре героя которым можно поставить но она не стоит эта прокачка реально своего не стоит это то же самое ну это намного круче конечно чем ложный выпад но это то же самое как по мне там хотя бы есть немножко атаки на уклонение то по сути если у вас не будут нормально прокаченные чара это вас не спасет поэтому не заморачивайтесь на дайте все пишите комменты что вы кому вы ставили кого тестировали может кого-то хотите увидеть с этим талантом без проблем сделаем всем удачи всем пока